Здравствуйте! Сегодня небольшой обзорчик о чехлах для удилищ. Их существует разнообразное количество. У нас их несколько десятков, если там, не знаю, сотен, наверное. Ну, десятков, я думаю. Значит, отличаются чем? Это существуют чехлы полужесткие, когда у вас, грубо говоря, разрезана труба. Сейчас вам покажу. Вот такой чехольчик, видите, он достаточно жесткий. Очень удобный. Вы туда закинули фидер, мах, баллонку, что угодно. То есть даже можно с катушками, не снимая, сюда закладывать. И у вас она надежно там хранится. Она обеспечена от воздействия ударов каких-то сбоку. То есть он ее полностью защищает, этот чехол, потому что мягким остается только вот эта вот верхняя сама часть. Остальное здесь все, три остальные стороны, три, они жесткие. Также этот чехольчик снабжен вот такой пластиковой, тоже жесткой заглушкой, где можно ставить на землю, да, и не боять, что комли там проткнутых или еще что-то. Чехол бюджетный, длина 145 сантиметров. То есть это та длина и тот размер, который, в общем-то, наиболее востребован, наверное, большинством рыболовов для фидера, для маха, для баллонки. Они все имеют примерно такую же вот транспортную длину. Ну, соответственно, снабжен лямкой, ремешком и вот с неопреновой такой мягкой, очень приятной ручкой. Ну, выпускает, соответственно, в компании «Флагман». Чехол называется «Матч Компетишн». Бюджет, ну, скажем так, цена совсем недорогая за него, поэтому, кто хочет, вот, пожалуйста, мы их только получили. Имейте в виду, что на них скидки для подписчиков точно так же распространяются, без всяких проблем. Дальше переходим больше в такие бюджетные варианты, либо тех, кому нравятся чехлы мягкие. Вот такой чехольчик под катушки. Соответственно, сюда часто перевозят, здесь часто перевозят баллонки. Простейший чехол, очень недорогой. называется «Блэк Эдишн», тоже от компании «Флагман». Соответственно, внутри ничего здесь нет, здесь просто неопрен плотный, мягкий, чтобы защищать как-то. Ну, понятно, что от поломки какой-то, если его там зажать, ну, он не защитит, в отличие от полужёсткого чехла, но, тем не менее, если где-то просто хранить удочки, в чём-то перевозить, да, чтобы они были не россыпью у вас, то вполне, да. Ну, и, соответственно, места он занимает мало, и кто ходит с одной-двумя там удочками, допустим, да, и там ручка для подсачника. Ну, вот оптимальный вариант как раз. Ещё вариант. Это тоже мягкий чехол. Один из самых популярных, ну, наверное, самый популярный из мягких чехлов, потому что он очень недорогой. Длина 150 см, практически, ну, как вот, 145-150 см, оптимальные такие длины. У него много кармашков. Вот, смотрите, такой карман под рогатки, сами понимаете. Он идёт вот до конца, то есть на всю длину чехла. На всю длину чехла идёт. Дальше внешний кармашек. Здесь можно что угодно перевозить. Там лески, ещё что-то, коробочки всякие. Ну, и, соответственно, сзади, сбоку тоже часто используют под зонт, под подсачник, ручку, когда вот телескопические подсачники алюминиевые там или ещё какие-то. Ну, кому что приспособен, кто, да, что. Это две лямки, и вот здесь такой жёсткий упор специально, что можно вот сюда вот под лямки просунуть, и вот конец. То есть вот такое вот, что-то можно здесь такой длины перевозить. Здесь внутри разделений нет. Здесь просто мягкая ткань, да, в общем-то, и всё. Снабжён ручками, то есть можно их как так его носить, так и носить, соответственно, на плече, как рюкзак. И либо просто на одном плече, либо за спиной, как рюкзак. Дальше пошли вот такие современные чехлы. Многим это нравится. Они как бы считаются такие, я не сказал, что полужесткими пластиковыми чехлами из плотного пластика, но они тоже мягкие. То есть сказать они, что вот как этот первый полужесткий, нет. Ну вот смотрите, этот плотный такой прорезиненный материал, который я вот так вот, ну не с трудом, но сгибаю. То есть его теоретически можно вот так свернуть. Ну, соответственно, он раскрывается. То есть видите, он жёсткий, это не ткань. Соответственно, плюс какой огромный, что он вообще не впитывает воду, не пропускает воду. То есть его хоть под дождём оставляй, ничего туда не проникнет вода, влага. Соответственно, фидер концепта чехольчики делает. У нас их покупают очень много. Людям нравится, потому что вроде как и свернуть можно, и вроде как они такие небольшие и стоят дёшево. Ну, соответственно, здесь также такая рукоятка, чтобы нести. Да, ну и внутри тоже никаких отделений, видите, нет. Это вот такая пластик. Я не знаю, что напоминает, знаете, такие вот пластиковые накидки на стол квадратные, да, жёсткие. Вот этот же фактический материал. Ещё коснусь чехлов от компании «Колмик». Я ими сам тоже пользуюсь. Они лучше флагмана в чём? В том вот мягкий именно вариант чехлов, потому что у них сам материал вот этот, он как кордура. То есть это прочнейший материал. Если кто-то знает, рюкзаки «Джанспорт» делали. То есть это фактически он не разрывается ничем. То есть это плотный абсолютно материал, хоть и мягкий, но он вечный. С ним ничего никогда не случается. Соответственно, у «Колмиков» тоже чехлы. «Мавер», «Колмик», да, они прочные чехлы в плане молнии, большие, надёжные молнии. То есть также по функционалу они тоже распределены. Удилища, соответственно, да, бывают чехлы внутри с перегородками, бывает точность так же, как вот здесь, с такими же лямками. То есть фактически этот вот чехольчик, он в большей степени срисован у «Колмика». «Скуглиера» называется модель чехла, насколько я помню. Посмотрите на сайте. То есть я вот им пользуюсь. Мне он очень нравится. Ну и, соответственно, ещё вариант чехла. Это чехольчик такой, тоже очень популярный среди рыболов. Нас многие заказывают. Вот сейчас мы их взяли, 150 штук, и как бы они сразу все улетят. Это чехол, он как бы вроде как мягкий, но такой, видите, прочненький такой. Это чехол под вершинки фидерные. Соответственно, раскрывается, видите. Ну, сюда вершинки положили, либо тубус с вершинками. И дополнительная какая-то защита. Вот такой тип-тюб. Вот такой от серии «Матч Компетишн», опять же. То есть вот от этой серии. То есть можете вот такой набор взять. В общем, в общих чертах всё. Обязательно подписывайтесь на канал. И важный момент. Будете иметь бесплатные запасные части в период действия акции. Две запчасти в год. Каждый может заказать. Кто купил у нас удилища практически любой марки. То есть 95% удилищ, представленных в магазине, подпадают под эту акцию. Уже люди получили «Мейджор Крафт», «Хлысты», «Комлик», то, что поломал от спиннингов. «Зетрикс» уже получили. «Махалки», «Баллонки», «Федора», «Дайва», «Спиннинги», «Дайва». То есть уже люди получали эти запчасти. Спасибо им большое, кто меня слышит. И кто отписался, что он получил эти запчасти в соцсетях. И отзывы оставил и так далее. Вам тоже большое спасибо, что вы у нас заказываете. И, соответственно, участвуете в этой акции. То есть и вам, видите, плюс большой, что вы бесплатно. Как кто вам? Нам часто звонят, что у официалов, грубо говоря, там нет запчастей. А вы нам предлагаете. Приезжают, смотрят. Поэтому подписывайтесь. У вас будет. А, первое, это бесплатные запчасти в период действия акции. Об этой акции я буду сообщать только в социальных сетях и нигде больше. Второй момент. От магазина «Мультифиш» мы предоставляем дополнительную, дополнительную, бессрочную, на весь срок службы гарантию на заводской брак, на удилище, купленное у нас. Имейте это в виду. Всего вам доброго и до новых встреч.